Давно это было, так давно, да почитай, и вовсе не было. Занавес открывается и в ту же секунду зритель переносится в другую реальность. Спектакль «Небылица в лицах» поставили на основе русского фольклора по мотивам былин, сказок и преданий. Решите, воду носили. Каждое утро солнце за горой искали, а к вечеру его, как свечку, задували. В основе сюжета история, произошедшая с главным героем. Вместе с другом его ждут веселые приключения и череда испытаний. Не знам, не отличается подливым умом и сообразительностью, но у него есть желание исправить ситуацию. Он проходит тернистый путь. Он сам по себе изначально такой дурачок, не понимающий ничего. И на основе опыта жизненного он умнеет, умнеет, умнеет благодаря этому опыту. Спектакль захватывает с первых сцен. Здесь и искрометный юмор, и история, которая подталкивает зрителя к поиску себя. Игра актеров на высоком уровне, и сложно поверить, что многие из них свой творческий путь начали лишь во время учебы в ВУЗе. К творчеству я совершенно был чужд, и как таковая творческая деятельность у меня началась только на первом курсе. Решил просто попробовать, так как интересно. Мне нравилась атмосфера театра, и в принципе вот эта деятельность, она имела вот то, чем можно зацепить. И поэтому решил попробовать, и получается два года назад начал выступать. Яркие декорации и костюмы – дело рук самих студентов. Они по-настоящему увлечены своим делом и радуют зрителей новыми постановками несколько раз в год. Кроме того, регулярно участвуют в межвузовских и региональных событиях. Актеры театра МГПУ, победители регионального этапа фестиваля «Театральные привожья» и участники межрегионального фестиваля «Абрикосовый сад». Мне нравится эта атмосфера, деятельность, когда ты выходишь на сцену и что-то показываешь, когда она тебя смотрит. Очень незабываемое чувство, когда ты уже отыграл свою постановку и слышишь, как люди в зале тебя аплодируют, как они смеются, радуются. Это очень вдохновляет двигаться дальше и что-то делать. Педагогический университет дает возможность раскрыть творческий потенциал каждого студента. Актеры, танцоры и певцы успевают совмещать учебу и репетиции. Хотя можно сказать, что выступление тоже часть образовательного процесса. Театр дает стимул для работы над собой, а все полученные навыки пригодятся на практике. У нас вуз в первую очередь педагогический, и этот театр не просто так создавался для того, чтобы студенты могли больше раскрыть свой педагогический профессиональный потенциал. Со мной вообще кардинальные перемены произошли, потому что раньше я не мог выйти на сцену и сказать двух слов, а теперь я и ведущим работаю, мероприятия провожу, некоторые на базе нашего вуза в том числе. Поэтому перемены колоссальные, перемены, я думаю, веды невооруженным взглядом. Поэтому студенческий театр МГПУ нам очень сильно в этом помогает. Навыки, полученные в студенческом театре, помогут будущим педагогам интересно и увлекательно вести уроки. А еще они смогут руководить школьными театральными студиями и кружками актерского мастерства, что особенно актуально в связи с инициативой президента страны о создании школьных театров. Ольга Данилова, Сергей Кувакин. Народные новости.